Всем привет! Меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. Это видео очень теплое, это видео очень душевное, и оно о любви, о настоящей любви. И поверьте, друзья, такая любовь есть до сих пор. Хотя люди вокруг говорят, что ее уже не существует, что все по расчету, что девушки уже не те, мужчины и настоящие перевелись и так далее. Не слушайте никого. Слушайте только ваше сердце. И внимательно посмотрите эту историю и проникнитесь ею, потому что она расскажет о настоящей, истинной, глубокой и преданной любви. Любовь. Что значит это слово на сегодняшний день, и есть ли еще пары, которые, подобно Дону и Максим, способны прожить жизнь как одно целое и уйти в один день? Да, именно в один день. Но начнем с самого начала. Приготовьтесь услышать одну из самых прекрасных историй любви, которая когда-либо была на земле. Когда Дон и Максим познакомились, он был молодым гражданским инженером из Северной Дакоты. Как-то он остановился в городе Бейкерсфилд, где в Кегельбане во время игры в Кегли познакомился с Максим, и что-то между ними возникло. Им было достаточно провести один вечер, чтобы понять, что хотят быть вместе. С того дня они практически были неразлучны, и в какой-то момент им захотелось жить вместе. Дон испытывал к ней все самые теплые и искренние чувства. Он заботился о Максим. Был для нее опорой и надеждой. Она же, в свою очередь, делала все, чтобы любимый был счастлив, и каждая мелочь радовала их, как никогда. Та же самая простая прогулка, нежные обятия были чем-то волшебным и неповторимым. Вскоре они поженились, и пройдя множество преград и трудностей, купили таки дом. Усыновили двоих мальчиков, создав прекрасную семью. Усыновленные дети были по-настоящему благословлены, так как всю свою жизнь видели, как мама и папа, не переставая, любят друг друга. Супруги прожили вместе долгих 62 года. Дети и внуки Максим и Дона говорят, что никогда не представляли пару раздельно, только вместе. Годы, прожитые бок о бок, не убили в них чувств, а наоборот только разожгли. Дон говорит, что никакого секрета нет. Просто с каждым годом он раскрывал что-то новое в своей возлюбленной, знакомился с ее бесконечным внутренним миром и утопал в лабиринтах тех чувств, которые окутывали его. Точно так же и Максим отмечала, что Дон был подобно той книге, которую невозможно дочитать до конца, и то общее, что их объединяло, их любовь, была неподвластна времени и обстоятельствам. Дон говорит, что если любовь от чего-то зависит, то убери это что-то, и что тогда останется? И он прав. Они сумели найти истинное счастье, настоящую любовь и те слова, что они сказали во время церемонии бракосочетания, пока смерть не разлучит нас, не были пустым звуком. Они вложили в эту фразу всю свою любовь, свою суть, все, что у них было. Дети с трепетом вспоминают своих любимых маму и папу и говорят, что их любовь сделала этот мир немножечко лучше. Однако время берет свое. Наши возлюбленные стали потихоньку стареть. Их тела ослабли, и Максим поразил рак, а Дон сломал бедро. Максим уже перевели из больницы домой, а состояние Дона стало резко ухудшаться. Члены семьи, видя всю эту ситуацию, решили забрать его из больницы и поместить вместе с Максим в одной комнате, специально оборудованной для них в доме родных. Говорят, что они были счастливы до конца. Очень счастливы. И никакая смерть не могла этому помешать. Шли дни, недели. Они оба вместе слабели, словно готовясь уйти, все так же взявшись за руки, как это было много лет назад при первой встрече. Вначале ушла Максим. А в это время старенький Дон, лежа рядом, продолжал держать ее за руку. Он слышал ее последний выдох. И как только ее тело вынесли из комнаты, всего через несколько минут после ее смерти, Дон последовал в вечность за ней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И таких историй еще очень много. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, напишите об этом в комментариях. И мы посмотрим, сколько еще таких прекрасных пар есть или были на нашей планете. Большое вам спасибо, друзья. И до скорого. И не забывайте быть магнитом и притягивать в свою жизнь только самое лучшее.